дорогие мои везунчики всем огромнейший привет и сегодня мы с вами будем вязать вот такой великолепный узор посмотрите какой он классный не сильно ажурный ажур идеальный для лета можно вязать его в качестве отделки и как основной узор взять он может перейти как в изнаночную гладь вот она здесь есть так и в лицевую или в ажурные дырочки благородный красивый выглядит сложно а вяжется максимально просто давайте посмотрим какая у него изнаночная сторона аккуратная и красивая я использовала пряжу между прочим невероятно классную это пичкотт недавно был обзор на летнюю пряжу шахенмайер обязательно посмотрите в 50 граммах 175 метров и спицы 3 3 с половиной я даже могу посоветовать спицы номер три для этого узора и этой пряжи очень очень красиво все получается в этой пряжи присутствует эффект персиковый персиковый кожуры потому что она такая бархатная интересная хлопок с акрилом хлопка 60 процентов полиакрила 40 и оттенок который мне очень очень нравится около белый бежевый холодный благородный украсит такой цвет любой на ярком ярком солнышке вот так выглядит светится оттенок как белый камень ну а я хочу сказать вам что вчера дорогие мои стартовала вторая декада июня а значит новые скидки и акции их целых восемь поэтому проходите под видео в описании прочитайте в первом комментарии какие-то акции и скидки подарочные они новые и я уверена что что-нибудь вам пригодится вы можете и скидкой воспользоваться и подарок получить это как всегда подарки при определенной сумме заказа подарок при первом заказе а скидка 10 процентов сейчас на всю пряжу от роскошного бренда рован при покупке бобина целиком скидка на бобинную пряжу 10 процентов а сейчас ассортимент бобиной пряжи необыкновенно замечательный так что жду вас адрес магазина натали мастерс точка ру а мы приступаем мы будем повторять 12 рядов раппорта в высоту со смещением 6 и 6 рядов набираем и столько раз пошли сколько нам необходимо раппортов плюс одна петля симметрии плюс 2 кромочные при вязании по кругу мы набираем столько раз по 6 петель сколько нам необходим 1 ряд снимаем кромочную первый ряд изнаночный и провязываем так 2 изнаночные далее раппорт 3 лицевые 3 изнаночные 3 лицевые 3 лицевые 3 изнаночные 3 изнаночные 3 изнаночные симметрично заканчиваем 3 изнаночные 3 лицевые и остается 2 изнаночные симметрия и кромочная соответственно если мы вяжем по кругу этот узор что первый ряд будет лицевым и мы будем вязать наоборот только 6 петель раппорта и провяжем так первый ряд 3 изнаночные 3 лицевые 3 изнаночные 3 лицевые второй ряд по кругу мы будем вязать точно так же как и туда-обратно только без петель симметрии будем вязать 3 изнаночные 3 лицевые 3 изнаночные 3 лицевые туда-обратно снимаем кромочную провязываем по рисунку 2 лицевые 3 изнаночные по рисунку это то что мы вяжем такие петли которые перед нами 3 изнаночные 3 лицевые 3 изнаночные 3 лицевые симметрично заканчиваем ряд 3 изнаночные 2 лицевые 2 лицевые кромочная третий ряд мы будем вязать точно так же как первый давайте провяжем по изнаночной стороне третий ряд 2 изнаночные 3 лицевые 2 изнаночные 3 лицевые вяжем по рисунку третий ряд 4 ряд лицевой туда-обратно мы будем вязать так снимаем кромочную провязываем лицевую далее накид потом мы провязываем 2 петли вместе с наклоном влево лицевой изнаночная 2 петельки вместе следующие мы провяжем с наклоном вправо лицевой накид лицевая повторяем накид 2 вместе с наклоном влево изнаночная 2 вместе с наклоном вправо накид лицевая и снова накид 2 вместе с наклоном влево изнаночная 2 вместе с наклоном вправо накид лицевая и снова накид 2 вместе с наклоном влево изнаночная 2 вместе с наклоном вправо накид лицевая и снова изнаночная 5 ряд изнаночной провязываем по кругу наоборот изнаночная изнаночной провязываем накид далее изнаночная лицевая и вяжем изнаночные 1 накид тоже 2 центральная петля 3 4 5 лицевая 5 изнаночных 1 2 3 4 5 лицевая изнаночная 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 накид изнаночной изнаночной накид изнаночной и изнаночная 5 лицевая так повторяем до конца ряда лицевая 5 изнаночных а по кругу мы будем вязать изнаночная 5 лицевых наоборот давайте уже довяжем этот ряд и так как мы вяжем туда-обратно то симметрично закончим и так 5 изнаночных лицевая и 3 изнаночных изнаночная над изнаночной над накидом и над изнаночной кромочная шестой ряд снимаем кромочную провязываем лицевую 1 2 далее накид и из трех петель нам нужно вырезать одну мы снимаем две первые петли сзади левой спицы подхватываем первую разворачиваю изнаночную петельку 2 вместе оставшиеся на левой спице я провязываю лицевой снимаю и теперь левой спицы перекидываю изнаночную на провязанную петлю вот так красиво получается теперь накид 3 лицевые далее накид и повторяем 2 петельки сняли сзади перехватили я снимаю центральную изнаночную петлю 2 вместе провязываю лицевой и накидываю центральную изнаночную без перекрута на 2 провязанные петли вместе лицевой накид 3 лицевые снова накид с ним снимаем провязываем одну петлю из трех накид 3 лицевые таким образом мы вяжем до конца ряда заканчиваем ряд накид из трех петель мне нужно вырезать одну петлю накид и 2 лицевые симметрия изнаночная и так половина раппорта 6 рядов у нас провязана и теперь мы будем вязать те же 6 рядов в шахматном порядке в первом ряду мы вязали с изнаночной стороны первый ряд 2 изнаночные 3 лицевые 3 изнаночные 3 лицевые 3 изнаночные так вот в седьмом ряду мы будем вязать просто наоборот очень просто запомнить мы провязываем напротив над изнаночными двумя мы провязываем 2 лицевые начинаем с 2 лицевых и далее раппорт 3 изнаночные 1 2 3 3 лицевые 1 2 3 при вязании по кругу наоборот мы вяжем там где лицевые изнаночные там где изнаночные лицевые у нас нет этих двух петель у нас только 6 петель раппорта непосредственно 3 3 3 изнаночные 3 лицевые три лицевые имитave симметрично тремя изнаночными и двумя лицевыми 7 изнаночные ряд закончен восьмой ряд лицевой мы вяжем по рисунку восьмой лицевой ряд вяжем над петлями те петли которые у нас в предыдущем ряду 2 изнаночные 3 лицевые 3 изнаночные 3 лицевые 3 изнаночные заканчиваем симметричный этот ряд также двумя изнаночными девятый ряд вяжем как седьмой по рисунку 2 лицевые 3 изнаночных 3 лицевых 3 изнаночных 3 лицевых 3 изнаночных и заканчиваем симметрично двумя лицевыми 10 ряд снимаем кромочную провязываем изнаночную и далее со смещением мы вяжем две вместе петельки лицевой с наклоном вправо накид лицевая и повторяем раппорт накид 2 вместе с наклоном влево изнаночная 2 вместе с наклоном вправо с наклоном вправо накид лицевая повторяем накид 2 вместе с наклоном влево изнаночная 2 вместе с наклоном вправо накид накид лицевая заканчиваем ряд 2 вместе с наклоном вправо накид лицевая и симметрично мы провязываем накид 2 вместе с наклоном влево изнаночная и кромочная одиннадцатый ряд снимаем кромочную провязываем лицевую далее изнаночные 1 2 3 4 5 лицевая 5 изнаночных над изнаночными вяжем изнаночные и над накидами изнаночные а над лицевой лицевую то есть тоже по рисунку заканчиваем 5 изнаночных лицевая кромочная наконец двенадцатый лицевой ряд тут у нас половинка снимаем кромочную и провязываем вместо трех петель мы провяжем так я разверну изнаночную и провяжу вместе две петли следующий лицевой далее накид 3 лицевые накид и вывязываем одну петельку из трех как мы с вами это раньше уже и делали не забываем важно следить за тем чтобы не сбросился наш накид вывязываем одну петлю из трех накид 3 лицевые повторяем накид 1 петелька лицевая из трех накид 3 лицевые так до конца ряда и заканчиваем ряд вывязала одну петлю из трех накид 3 лицевые кого-то мрачишь накид и следующие две петельки нам нужно провязать так это же центральная петля изнаночная должна быть но здесь у нас не три петли а 2 поэтому я вот так перевешу и провяжу чтобы изнаночная была сверху лицевую из двух петель кромочная вот и вся легко и просто вяжется этот узор надеюсь он вам обязательно пригодится универсальный благородный небольшой легкий ажур в нем присутствует в моем случае это хлопок с акрилом бархатистый но конечно же идеальный узор для лета можно использовать хлопок хлопок с вискозой уверена что применение найдется также этот узор можно использовать как кайму и потом он будет переходить например в лицевую гладь или просто в ажур с одними дырочками вижу много много вариантов для этого узора